Это отношение безответственного мужика с женщиной, у которой низкая самооценка. Парень ко всем родственникам берет меня на праздники, а к друзьям нет, 5 лет в отношениях. Ну, похоже, круг его друзей не совсем совпадает с вашим представлением. Либо ему стыдно перед друзьями за вас, либо ему стыдно перед вами за друзей. А я вот все вам хочу спросить, а вам зачем? Ну, просто хочу вас спросить, а вам зачем? Зачем вы хотите дружить с его друзьями? У вас что там своих нету? Это его друзья, он имеет право с ними дружить. Вы просто должны знать, что он с ними общается. Возможно, он что-то вам расскажет, но этого достаточно. Почему вы считаете, что он должен показать вас своим друзьям? Ну и миленькое, давайте как бы с этого начнем. Когда вы говорите, мы 5 лет в отношениях, это означает, что вы в так называемом гражданском браке. А знаете, как гражданский брак, какое его слово правильное? То есть слово гражданский брак, оно не отражает суть этих отношений. Гражданский это значит не военный. Гражданский значит не церковный. Понимаете? Гражданский это любой брак можно назвать гражданский. Вот я женат официально на своей жене. Официально женат у нас гражданский брак, который зарегистрирован официально в бюро записи актов гражданского состояния. Как, причем в трех странах, в России, в Дании и в Германии мы зарегистрировали отношения. Давайте я сейчас назову вам, какое слово вместо слова гражданский имеется в виду. Это не гражданский брак. Назовем его так, свободный брак. То есть брак без обязательств. Свободный брак. Ну, если вы хотите думать, что у вас есть какой-то брак, то вот это как раз и есть. Это не гражданский брак, это свободный брак. Как говорил один мой коллега, это отношение женщины с низкой самооценкой с мужчиной с низкой социальной ответственностью. Это отношение безответственного мужика с женщиной, у которой низкая самооценка. Которая позволяет, ну, ждут, вы же, давайте так прямо, честно, вы же ждете, чтобы замуж выйти, правильно? Вы же хотите с фатой, вы же хотите с родственниками, чтобы мама плакала, чтобы папа утирал тайком слезу, глядя, как дочка вышла замуж, правильно? Вы же хотите официальных детей, чтобы дети ваши были в паспорте, фамилия была их, как у папы в паспорте. Правильно, все же хотят, все хотят гарантий каких-то, потому что официальный брак это хоть какие-никакие, но гарантии. Любви, а любовь вообще ничего не гарантирует. Ну, то есть, если вы спрашиваете, что, а разве брак гарантирует любовь? Любовь вообще ничто не гарантирует. Я вам больше сейчас скажу, расстрою вас, милые мои. А скажите мне вообще, что вообще в жизни гарантировано? Что вообще в жизни хоть что-то гарантировано? Ваше здоровье гарантировано? Защита ваших денег гарантирована? Ничего ничем не гарантировано. Но, само по себе, вступление в брак это показатель, это мужской поступок. Для этого нужно иметь смелость сделать предложение, взять на себя как минимум моральную ответственность, как минимум. В придачу прилагается юридическая ответственность со всеми вытекающими последствиями. Я вам как прокурор говорю, бывший в отставке подполковник юстиции. Юридическая ответственность, представляете, есть? Есть такая совместная ответственность за детей. Ответственность, обязанность содержать нетрудоспособного супруга. Ответственность в виде алиментов. Ответственность в виде совместного раздела имущества. Раздела имущества нажитого во время совместного. Куча ответственностей на самом деле. Охрененные. Право наследования. Я вам большой список дам, какие обязанности. Как человек отступает в брак, какие у него появляются. Поэтому сказать, что штамп в паспорте ничего не значит, это дохера, что он значит, милые мои. Дохера. Я вам могу сказать, как бывший следак. Если мужика посадят в тюрьму, то пропустят к нему на свиданку и передачки будет носить только жена. Никто больше. Приходят ко мне потом гражданские жены и говорят, я гражданская жена. Я говорю, гражданка, до свидания, вы никто. То любая прохожая подойдет точно так же и скажет, я гражданская жена. Нет штампа в паспорте, до свидания. Даже, представляете, гражданская жена даже передачку в тюрьму не передаст ему. Поэтому вот такие вот пирожки. Я хочу вам сказать, миленькое, что похоже, что отношения ваши больше у вас в голове. Да, к родственникам. Он же водит к родственникам. Ну, водит к родственникам, но, понимаете, для всех родных, для людей даже моего поколения, мне 48 лет. Да, мы все-таки, чем вы старше становитесь, тем вы больше понимаете, что он пока молодой гуляет. Он может одну девчонку привезти, показать родителям. Вторую девчонку показать родителям. Это же ничего не значит. Что будет значить для родных, когда он придет, скажет, это моя невеста. И когда они на свадьбе отгуляют, выпьют два ящика водки, дядя Коля набьет морду дяди Васи, а как бы тетки подерутся. Вот такая свадьба, которую можно вспоминать. Когда она будет, тогда все скажут, ну вот, теперь у него жена, теперь ты серьезный, теперь давайте детей. Ну, все же, программа должна быть, да. Женитесь, свадьба, драка, дети. Все как положено. Вот тогда вас будут серьезно воспринимать. А до этого нет. Поэтому, миленькая, для начала, прежде чем жаловаться, что он вас к друзей и друзьям не возит, первое, прекратите контролировать, он не должен вас возить к своим друзьям. Второе, оглянитесь, посмотрите, а что у вас за отношения такие. Пока он на вас не женился, это все несерьезные, свободные, без обязательств отношения. Или, как говорил мне один человек в моей жизни, ну что, поматросил и бросил? Вот так.